Приветствую с вами друзья и гости канала. Всем огромнейший привет. И знаете, я всегда не хотел ехать, потому что я наслышал про дом и думал, там лютый будет эконом и так далее. Ну и хоть и в центре. Но когда приехал, зашел в подъезд, я просто офигел. Какой получился офигенный, достойный дом. И я скажу честно, я еще даже толком здесь ничего не рассмотрел, но я влюбился в этот дом. Я влюбился в эту квартиру, которую я покажу вам, 60 квадратных метров. И покажу вам, здесь, кстати, балкон в подарок, поэтому здесь метров, наверное, 70-75. И покажу вам и подъезды, и все. И вы просто обалдеете. Оказывается, застройщики, то есть не застройщики, а когда люди сами достраивают, они умеют достроить очень хорошо, чтобы все было красиво. Итак, ребята, давайте заинтриговал, начнем потихонечку посмотреть. Первое. Так вот мы сделаем. Первое. Вот мы с вами заходим, да, в входная группа. Вот с этой стороны у нас должен быть санузел по лойке, а вот с этой стороны у нас должен стоять шкаф. Выста потолков 3 метра. Соответственно, с этой стороны у нас подразумевается, что будет, наверное, кухня, либо кухня-гостиная. И вот такая вот квартира правильной формы, 60 квадратных метров в самом центре. Само собой, разумеется, здесь есть возможность выйти на балкон. И если мы выходим на балкон, мы с вами видим у нас ближайших конкурентов, которые находятся на горе. Это у нас... Ну, как кто мне скажет? Правильно. Правильно все, правильно говорите. Если мы посмотрим по локации, вот у нас дом Воровского 41, он еще находится дальше. Там же у нас есть жилой комплекс, который называется Парь-Горь, он тоже находится дальше. А это у нас домик находится на расстоянии 400 метров. Само собой, разумеется, здесь, конечно, есть такие вот у нас не очень красивые сараи, вот что-то внизу. Ну, да ладно. Балкон полноценный. И давайте все-таки посмотрим, что же у нас здесь имеется. Что касается съемки, веду я все-таки 4К, 25 кадров в секунду со стабилизацией, потому что вчера пробовал экспериментировать, не стал ставить широкий угол, поставил линейный угол, и ничего хорошего не получилось. В общем, в комментариях я это учел, поэтому сегодня снимаю по старой традиции широкий угол, чтобы все могли увидеть, чтобы видели потолок, чтобы видели, соответственно, и полы, и все, что можно увидеть. Ну, вот смотрите, по идее здесь можно сделать из нее евро-двушку. Это у нас две изоливерные комнаты и кухня-гостиная. Конечно, хочется, по идее, как многие здесь делают ремонт как? Делать просто изоливерную кухню и большой зал. Шикарнейший большой зал. Но при желании, так как много световых точек, можно все-таки сделать у нас две изоливерные комнаты и можно сделать кухню-гостиную. Вы это сами прекрасно понимаете. Самая хорошая и самая главная фишка данной квартиры заключается в том, что выходя на балкон, вы просто можете наслаждаться потрясающим видом на морской вокзал. Ребят, действительно, вид крутой. Рядом у нас жилой комплекс Красная площадь. И вот так вот мы с вами подъехали. Из минусов, конечно, припарковаться здесь очень-очень сложно, ребят, сразу скажу. Но в этом доме есть паркинг, поэтому двухуровневый при желании вы можете им воспользоваться. Либо купить, либо арендовать. Что касается доморского порта, здесь идти прям просто там, не знаю, почти шагом. Если мы с вами рассмотрим, например, вот тот же самый, например, у нас вот эту локацию, вы понимаете, что это самый-самый-самый центр города Сочи. Из плюсов это наличие тротуаров, вот видите, люди идут. Ну и, конечно, здесь квартирку можно легко сдать. Здесь квартиру можно у нас, ну, просто даже для себя иметь и все. Цена, цена, да, кто вы спросите, какая цена? Ребят, цена сейчас 250 тысяч рублей за квадратный метр. По большому счету здесь получается мы покупаем квартиру, точнее, вы покупаете квартиру по, ну, точнее, за 15 миллионов рублей. 15 миллионов 60 квадратных метров полезной площади, плюс еще балкон. Дорого-то или недорого, ну, не могу сказать. Из альтернативы, ну, не знаю, может быть, такую площадь вы можете купить себе, соколи, там цена бы такая же, но, ребят, не нужно путать локацию сокола и их локацию данного жилого комплекса. Ну, реально, это небо и земля, и вы это сами прекрасно понимаете. Опять же, такие площади, которые идут правильные, у которых очень много света, где много у нас всевозможных, не знаю, там, возможностей для планировок, они всегда стоят дороже. Например, если мы возьмем вот соседние дома, которые у нас здесь имеются, то здесь мега тупая планировка, здесь квартиры по 90 квадратных метров, и они имеют всего лишь два окна, ребят, два окна. Здесь же у нас квартира 60 квадратных метров, и в этой квартире мы сами прекрасно с вами видим, что, ну, как бы, при желании можно сделать все, что угодно. В целом, как бы, я, вполне возможно, рассмотрел бы квартиру в данном доме себе, но она для меня тесновата. Все-таки я хочу себе квартиру, точнее, уже вот, которую покупаю, я хочу, чтобы было жилой площадью не менее 75, именно та, которая находится до балкона. Ну, и балкон бонусом, если есть, хорошо, если балкона нет, то ничего страшного, переживу. Как бы, я для себя такой формат, потому что 60 квадратов, как бы, да, в принципе, большинству из вас хватило бы, но, как бы, я вот все-таки считаю, что квартира с двумя изолейерными спальнями начинается у нас от 70, от 80 квадратных метров. Все, что меньше, ну, как бы, трудно назвать полноценными квартирами. Поэтому, если у нас уж квартира в 60 квадратных метров, то я думаю, что, по идее, здесь нужно делать одну спальню какую-нибудь и, ну, кухню-гостиную, все, как бы, ну, уже третья спальня, то есть вторая спальня, и не туда, и не сюда. Ну, это вот мои такие дараканы в голове. Для себя просто сделал такие выводы, потому что, например, если вы смотрите квартиру, например, ту же самую, например, в своем родном городе, где-нибудь в девятиэтажке, там написано 67 квадратных метров, трешка, 67. Ребят, там только жилая, там не учитывается санузел, там не учитывается у нас коридор, не учитывается балкон и так далее. А так как в Сочи учитывается все, по большому счету, как бы, это эквивалент, 67 квадратных метров, эквивалент, наверное, 89, даже 90. Есть там балкон и все тому подобное. Вот, как бы, так, ребята. Поэтому не путайте то, что вы там мне пишите в комментариях, у меня там квартира 62 квадратных метров, трешка. Нет, ребят, как бы, нормальный полноценный трешку не сделать. Вот у нас квартира 60 квадратных метров внизу, да, не бесит без балконов. Ну, здесь особо сильно, как бы, вы не разгуляетесь с хорошими комнатами. Это суровая правда жизни. Но квартира классная, ребят, реально классная. Конечно, хочется такую квартиру миллионов за пять, ну, за миллионов за пять вы даже на транспортной не купите. 60 квадратных метров на транспортной квартира стоит 7 миллионов 800 тысяч. Здесь же у нас 15 миллионов и не будем забывать, что это самый-самый центр города Сочи. Сейчас я вам немножко сниму коридорчики и покажу вам еще входную группу. Я думаю, вы будете приятно удивлены. Итак, ребят, смотрите, вот такие вот у нас, в принципе, коридоры. Везде двери одинаковые, светленькие, красивые. Ну и в целом, посмотрите, да, делаем очень даже достойно. Некоторые застройщики могут прийти сюда на экскурсию и поучиться, как правильно нужно делать дома, которые носит город название «бизнес-класс». В целом, здесь комфортно и уютно. Смотрите, да, вот такая у нас входная группа. Да, здесь еще доделают ремонты. Ну, в целом, посмотрите, уже хорошо. И кондиционер в местах общей пользы не всяк. В общем, все сделано очень даже хорошо. Дом прямо недавно сдался. Снаружи дом, ребят, тоже выглядит более чем достойно. Поэтому, в целом, здесь нет все. Плиточки, ливневка, все красиво. Красиво. Ну, не знаю, мне лично дом понравился. И, знаешь, даже дело не в доме. Когда ты приходишь, к примеру, в жилой комплекс Рос-де-Мар, тебе хочется плеваться от подъезда. Здесь все очень красиво, все очень хорошо. Хотя в Рос-де-Маре цена такая же за квадрат-метр. И, конечно, здесь же берет место. Место, место, открытый балкон и то, что есть. Это очень большие плюсы, ребят. Огромнейшие плюсы. И, соответственно, этот дом до логического завершения доделала одна хрупкая-хрупкая женщина. Представляете себе? Вот, в застройщике мужики учитесь у женщин. Они молодцы, красавцы. Еще раз святых хотел показать. Интересный дом получился. Вполне даже достойный. В общем, видно, что рядышком стоят уже морально устаревшие дома. А это действительно круто. Круто, 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 круто. Поэтому, если понравилась квартира, обращаемся к большинству улицам. Помогу вам ее приобрести.